Всем привет! Сегодня мы построим ракетно-зенитную установку. Для ее постройки я использовал свои идеи, идеи подписчиков и зарубежных ютуберов. Постройка сложная, но у вас все получится, просто будьте внимательны. Перед началом туториала давайте посмотрим, что она умеет. Один из механизмов это открывающаяся дверь на поршнях. Ее гусеницы очень маневренные. Пусковая установка также имеет несколько механизмов, которые может раздвигать, поднимать, вращать и менять угол наклона. Машина очень быстрая и поворотливая, как передним, так и задним ходом. Можно дополнительно ускориться с помощью ракетниц. А теперь давайте посмотрим ее боевые возможности. Каждая ракета может управляться отдельно. Можно запустить сразу все ракеты одновременно. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал, если вы еще не подписаны. И обязательно поделитесь своим мнением в комментариях. Время туториала. Поднимаемся на небольшую высоту и начинаем строить гусеницы. Сейчас я буду строить из металлических заборов, но вы можете использовать другие. Шарниры и заборы обязательно нужно ставить как я, а то у вас может не получиться. Субтитры создавал DimaTorzok Теперь на каждый выпирающий забор поставим по 4 забора. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Мы построили одни гусеницы. Сейчас будем строить механизм. На эти заборы, которые я покрасил в белый цвет, ставим два плоских колеса. А посередине шарнир, и к нему ставим еще один забор. С помощью пружины соединяем этот забор с гусеницами. И сзади пружины ставим еще один шарнир. С помощью дополнительных заборов ставим еще два плоских колеса. Ставим два плоских колеса, как показано на видео. У серого поршни ставим длину на два, а у черного на один. Сейчас построим то же самое с другой стороны. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Под каждой пружиной нужно убрать два забора. Поднимаемся чуть повыше и строим кабинку. Сейчас ставим кресло водителя и начинаем делать привязку. С помощью гаечного ключа выделяем все колеса и поршни и отсоединяем их от кресла. Два правых колеса привязаны на клавиши AD, а два левых колеса на DA. Центральные четыре колеса привязаны на клавиши VS. Два последних поршня привязаны на клавиши Z, X. Сохраняем и давайте сделаем проверку. Сначала активируем гусеницы с помощью клавиши X. На этих гусеницах очень простое управление. V вперед, S назад, A влево, D вправо. Сейчас мы будем строить корпус. Я его буду строить из металла. Под наклоном 15 градусов ставим блок спереди и сзади. Здесь строим кабину водителя. Продолжение следует... Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Начинаем строить дверь. Нельзя, чтобы она касалась стенок. Продолжение следует... То же самое нужно построить с другой стороны. А сейчас мы будем строить механизм. У этого поршня длину ставим на два. К нему ставим еще один поршень. Его длину ставим на один. Второй поршень не выдвигаем. Теперь соединяем второй поршень с дверью. Механизм готов, теперь отвязываем поршни от кресла и ставим кнопку. У механизмов прозрачность ставим на 100%. Дверь готова, давайте ее проверим. Точно такую же дверь строим с другой стороны. Разукрашиваем и начинаем строить ракетницу. Отодвигаем платформу сзади и ставим там плоское колесо. На плоское колесо ставим поршень, а на поршни строим платформу. Длину этого поршня ставим на 7 блоков. Построим здесь наклонный механизм. Подпишем этот прозрачность на 1,5 см. Субтитры подогнал «Симон» Наконный механизм готов. Начинаем строить ракеты. Но перед тем, как начать строить ракеты, давайте привяжем и настроим. Нижнее колесо привязываем на QE. Поршень наконного механизма на CV. У нижнего колеса крутящий момент ставим на зеленый, а скорость на 0.5. У поршень наконного механизма длину ставим на 5. Нижний поршень привязываем на клавиши B, N. Разукрасим и начнем строить ракеты. Как показано на видео, наверху ставим два деревянных забора. Поставим здесь бойки и поставим масло. Удаляем блок и должно вот так получиться. Масло ни к чему не должно быть привязано. Спереди и сзади ставим по одному ускорителю. У каждого деревянного забора ставим по одному поршню. Их длину ставим на 5. Раздвигаем и на них ставим по деревянному забору. Ставим масло и два ускорителя. Сливочное масло, поршни и ускорители отвязываем от всего, к чему они привязались. Спереди по желанию можно поставить динамит таким образом. А на эти динамиты ставим по одной камере. Динамиты и камеры нужно будет тоже отвязать от всего, к чему они привязались. Все готово, осталась одна очень важная часть. Это привязка. Уделяем два первых ускорителя и привязываем их на Keypad 1. Два вторых ускорителя на Keypad 2. Два третьих ускорителя на Keypad 3. И два четвертых ускорителя на Keypad 7. Четвертое масло привязываем на клавишу Keypad 8. Третье масло на Keypad 6. Второе масло на Keypad 5. И первое масло на Keypad 4. Теперь привязываем камеры на клавиши Y, U, I, O. Теперь два поршня на клавиши RT. У девяных заборов и поршней отключаем коллизию. Все, готово. Сохраняем и давайте я вам покажу управление. Сначала активируем гусеницы клавишей X. Управление у нас обычное, как и ходьба. С помощью клавиш QE мы можем поворачивать ракетницу. А с помощью клавиш RT мы можем задвинуть и раздвинуть ракеты. Клавишами CV мы можем регулировать наклон. А с помощью клавиш BN мы можем поднимать и опускать ракетницу. Клавишами Y, U, I, O мы можем активировать разные камеры. С помощью всех этих клавиш можно очень легко прицелиться. Этими ракетами можно не только стрелять, но еще и ускоряться. Если их совать, а потом активировать ракеты с помощью кейпадов, то можно очень быстро ехать. Чтобы стрелять за ракетой, нужно нажать на две кнопки. Сначала кейпад 1, а потом кейпад 4. Наше видео подходит к концу. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем пока! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!